Вечно зелёные, плодовые, декоративные деревья, а также кустарники и яркие цветы украсили улицы, парки, прогулочные зоны по всей нашей области. В Новочеркасске вдоль одной из центральных улиц, напротив памятника Гагарину, высадили 12 туй. Мы с ребятами здесь часто гуляем, поэтому мы решили сегодня прийти, чтобы облагородить территорию и посадить деревья. День космонавтики плавно перешёл в день древонасаждения. Здесь же на Баклановском вместе с волонтёрами и сотрудниками администрации работал лопатой и замгубернатора Игорь Сорокин. В рамках весеннего дня древонасаждения будет высажено порядка 16 тысяч деревьев, порядка 10 тысяч кустарников. Это такая хорошая и добрая традиция, которая позволяет развивать нашу область и чтобы наши парки, скверы всегда были и выглядели комфортно, уютно. Каждый год в регионе благоустраивается больше сотни общественных пространств. И в проекты обязательно входит озеленение. Поучаствовать в выборе, какое именно место преобразить, может каждый. Голосование проходит до конца апреля на сайте 61.городсреда.ру. Татьяна Монетова участвует в субботниках ежегодно. Говорит, для неё это долг – убирать там, где живёшь и где растут твои дети. А живут они в станице Мелеховской. Я каждый год прихожу туда, с вами детьми они на площадке уже бегают. Это потому что дело каждого человека нашей страны – убирать то, где он живёт. Нужно озеленять нашу территорию, потому что вандалы, к сожалению, вырубают деревья или от ледяного дождя они падают. Нужно восстанавливать экологию нашей страны. А рядом на территории комплексно-краеведческого музея создали оазис из слив берёз, туй и можжевельника. Музей открылся после капремонта в начале года. Так что день древонасаждения пришёлся кстати. Вместе с активистами и волонтёрами здесь деревья сажал замгубернатора Вадим Артёмов. Стоп, стоп, всё не надо. Стоп, подвольду у нас вот так вот. А после субботника подарил музею 40 экспонатов времён Великой Отечественной. Каски, сабли, гильзы и так далее. И прочитал школьникам пояснительную лекцию. Это были итальянские фашисты. Они участвовали во взятии Ростова-на-Дону. Затем, опять же, в ваш район шли на Сталинград. А в Каменском лесничестве имена погибших в Великую Отечественную увековечили в саду памяти. Мы планируем на территории Каменского района Михайловского участкового лесничества на площади 1 гектар высадить порядка 4 тысяч штук сосны крымской. В день древонасаждения хвойными и лиственными деревьями засадили больше 100 гектаров лесных земель.